Привет, ребят! Все, кто подписан на меня в ТикТоке, уже знают, о чём пойдёт речь в этом видео. И на мой ТикТок ссылку я оставлю под этим видео в описании. Привет, ребят! У меня на столе сегодня лежат три колонки. JBL Go 1, JBL Go 3 и JBL Charge 5. В этих колонках нет функций минус и блютуз. А эта функция моя любимая, потому что можно выводить динамики на их максимальный ход. Правда, динамики могут от этого сгореть. Но именно эти колонки лежат у меня на столе, потому что на них можно включить другую функцию, которая тоже будет увеличивать флекс динамиков. Это монорежим, который включается в самом телефоне. Для этого необходимо войти в настройки вашего телефона, это должен быть Android, и найти параметры разработчика. Их необходимо включать отдельно. Инструкции по включению параметров разработчика вы можете легко найти в YouTube. Просто напишите в строке поиска, как включить параметры разработчика на Android, и там будет множество видео с инструкциями. Так как эта функция включается на разных телефонах по-разному, поэтому постарайтесь найти видео, которое подходит именно к вашему телефону. Но если в двух словах, то вам надо найти просто номер сборки в настройках вашего телефона, после чего много раз понажимать на номер сборки, пока снизу не появится уведомление, то что включены параметры разработчика. И потом в основном меню настроек телефона в самом низу как раз будут эти параметры разработчика. Когда вы уже окажетесь внутри параметров разработчика, то нужно найти настройки Bluetooth. Они будут где-то посередине списка, после чего надо найти режим аудиоканала Bluetooth. И вот как раз тут мы видим уже монорежим или стереорежим, но его надо будет включить после определенных манипуляций с колонкой. Прежде чем подключать колонку, необходимо открыть настройки Bluetooth. Теперь когда мы видим список ваших Bluetooth устройств, можно включить колонку. После включения колонка автоматически подключается к телефону, теперь в меню настроек Bluetooth ее надо отключить и подключить обратно. Вот теперь на колонке можно будет включить монорежим. Для этого переходим обратно в параметры разработчика и нажимаем на кнопку моно. Как мы видим, теперь монорежим включен, и он не перескакивает обратно на стереорежим при включении музыки. Музыку можно запускать с плеера телефона или из моей группы в Телеграме. Паша S, вы там можете меня легко найти и использовать мои треки на своих портативных колонках. И точно так же придется сделать с каждой из этих колонок для того, чтобы функция моно была активирована. А вот после того, как вы уже активировали функцию моно, то обратно на стерео режим переключить ее будет гораздо проще. Для этого не надо ничего особого делать, просто нажимаем в телефоне на кнопку стерео и режим автоматически изменится обратно на стереорежим. После чего колонка станет меньше флексить, но будет звучать уже нормально, так как в режиме моно она будет звучать немного тише и флекс будет больше. Но вот басов больше в самой колонке не станет, то есть это видно только визуально, что динамик начал сильнее двигаться, а вот ушами вы не заметите то, что стало больше басов. Поэтому этот режим, как и функция минус и блютуз не добавляет басов, а делает просто красивое видео с сильным движением динамика, что естественно для меня хорошо, а для тех, кто просто слушает музыку, абсолютно бесполезная функция. Ну а сейчас я вам покажу несколько примеров флексодинамиков с каждой из этих колонок, как они флексят на обычном режиме и как они будут флексить, когда я включу моно режим. Так резко не уходи в поворот. Мало там, блядь! Хочешь ветра? Мало там, блядь! Ну что, ребят, сидушку протестировали вдвоем, отлично! Достаточно удобно ехать, намного лучше, чем на одиночном самотыке, как у других самокатчиков. Мало там, блядь! Нахуй твой бэнгер, это все, кто тебя тут и поддержит. Жимем в России, все школьники киллеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как мы видим на монорежиме частота на которой реагирует динамик гораздо ниже. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... А вот третья Go вообще не реагирует ниже 50 Гц на стерео режиме. А вот на монорежиме она реагирует уже на 20 Гц. И первый GBL Go не реагирует на басы ниже 60 Гц. А вот если поставить монорежим, то он начинает двигаться уже при 30 Гц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как тебе гонщик нелегальный? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, всего лишь несколько деревяшек и уже совсем другое дело. Ну вот, ребят, немного пофлексили. Разница между моно и стерео чувствуется больше всего на GBL Go 3. Потому что на остальных колонках вроде они начинают лучше флексить, но не настолько заметно, как именно на третьей GBL Go. Потому что на ней, когда включаешь этот режим, динамик действительно начинает намного сильнее двигаться, чем до этого. Но эта функция всё-таки имеет отличие от режима минус и блютуз, который действительно очень сильно заставляет флексить динамики и пассивки. Теперь, что касается флекса, почему же динамики начинают сильнее флексить? Как мы выяснили с помощью моего генератора частот, то что теперь колонки воспроизводят более низкую частоту и динамики на ней как раз сильнее флексят. И таким образом на пятом чарже и на третьем Go уже на 20 Гц было сильное движение динамика при режиме моно. Ну а когда мы ставили стерео, то они начинали двигаться где-то от 40 или от 50 Гц. Также на первом JBL GO она от 30 Гц в режиме моно начинала двигаться, а от 70 Гц, когда мы ставили режим стерео. То есть получается, что в нормальном режиме там есть какой-то встроенный эквалайзер. И когда мы включаем моно режим, этот эквалайзер встроенный в колонке почему-то выключается и звук усиливается равномерно, как самые низкие частоты, так и верхние частоты. И поэтому получается, что колонка вроде начинает играть тише, но тем не менее начинает сильнее двигаться динамик. И этим как раз отличается этот режим от минус и блютуз, потому что при минус и блютуз колонка в любом случае становилась громче. И там тоже убирались все ограничения по частотам. Но в любом случае мы более-менее как-то разобрались с этим моно режимом. Теперь понятно, как он работает. А с вас требуется теперь большие пальцы вверх, подписаться на мой канал, нажать колокольчик, также написать кучу моих любимых рандомных комментариев. И мы с вами увидимся через пару дней в новом видео. Пока!